Всем привет, с вами Зак и мы продолжаем играть с вами в Sunless Sea. Скажем так, с прошлой серии прошло совсем немного для меня времени, я всего лишь успел почистить компьютер от пыли и заменить термопасту, так что надеюсь, теперь у нас дропов фпса не будет. Привет. Что ж, в прошлой серии мы с вами сплавали в ханство и я сказал то, что теперь мы поплывем на поверхность, чтобы заполнить наши пять шкатулок светом и потом отправиться к кошкам. Поэтому теперь, недолго думая, мы отправляемся вниз прямо в Кумский канал, чтобы как можно скорее отправиться на поверхность, ибо я, как всегда, забыл, сколько нам нужно топлива, сколько нам нужно провидеть, чтобы подняться наверх, поэтому, судя по всему, опять придется закупаться на месте, тратить лишние деньги, которые совсем бы не хотелось тратить, но что поделать, что поделать, к сожалению, моя память меня, как всегда, подводит. Но ничего страшного, немного потратим, зато мы получим достаточно много денег за счет самого солнечного света, который мы привезем. Еще, конечно, неплохо было бы закупить кофе и сдать его тоже на поверхность, потому что там, скажем так, налажены связи, назовем это связями, с... Как оно назовется-то? С... Ну, назовем это с кофешопом, в котором наш кофе с подземья с удовольствием покупают по довольно-таки неплохим суммам. Но проблема в том, что у меня просто в трюме банально нету места для кофе, то есть у меня все забито под завязку. Так что все довольно-таки печально. Нужен корабль, в котором побольше, побольше места, но на него нету денег. Вообще ни на что нету денег, у меня сейчас, вон, сколько там, всего 600 монет. Это после того, как я закупил все едой и топливом, чтобы до сюда доплыть и уйти на поверхность. Так что все довольно-таки печально в этом плане. Так. Значит, на поверхность нужно 22 топлива. А, припасов всего 2 нужно. Окей, значит, составляем портовый отчет. Ворота открывают и закрывают запор на воротах, недоступны саботажу. Если где-нибудь, кроме Лондона, подземном море безопасно, то это здесь. Нации на поверхности заинтересованы сохранить этот путь открытым. Окей. И подслушиваем сплетни с поверхности. Ход большой игры есть. Неплохо. Карточная игра кончается плохо, когда один моряк с поверхности по понятным причинам пронзанет ножом другого. Остальные игроки бросаются собирать монеты, которые высыпаются из его карманов. Но, как вы хватаете бумажку, они не замечают любопытные записи, даты, время, кодовые названия. Работа шпиона. Да, ход большой игры — это хорошо. Так, значит, мне нужно 3 топлива еще. Пожалуйста. Раз, два, три. Ну ладно, 4 купим, чтобы у нас весь трюм был забитым. И отправляемся на поверхность. Инженеры канала воспользуются существующими пещерами и проходами, где смогли... Где смогли. В древние времена это был проход в подземный мир, говорят они. Но все-таки проделанная работа потрясла воображение. История гласит, что магистры Базаара одолжили свое мнение и союзников для выполнения этой задачи. Но странность поверхности преуменьшает этот факт. Некоторые туннели выглядят взорванными или прорытыми, а другие — растворенными. Каменные свиньи шепчет кочегар каменной свиньи. Окей, мы поднялись наверх. И начинаем, собственно, заполнять ловушки. У нас их 5 штук. Оп-оп-оп. И все. 5 шкатулок заполнено. Отправимся в Неаполь. Деревья пыльно-зеленые, как старин, как старый нефрит. Холмы рыжие, как лев. Вы бледны, как молоко. Все вы. Команда брызгается в канале, когда может, чтобы охладить себя после жары солнца. Все неправильно делится, ваш ботсман. Мне не кажется, что я продолжаю вроде как падать вверх, но я смотрю на это все, и сердце успокаивается. Не так ли? Так. Мы отправляемся... Ну, во-первых, мы поделимся новостями. Так. Поделимся новостями снизу. Молчание императрицы в закрытым ставнями дворца, облаченный в мантии торговые принцы базара, смеи, скрывающиеся в зеркалах. Никто не верит ни одному вашему слову, но вы получаете массу приглашений на обед и кучу подарков. Ваши рассказы по частям печатаются в желтых газетенках. Добро желательно посылает вам уголь. Одни припасы, два топлива и один интригующий обрывок. Неплохо. Но мы отправляемся в Вену. Отлично. Вот, собственно, чем я говорил. Можно доставить кофе, но у меня нету мешка кофе с зерен, что довольно-таки обидно. Надо было мне новости оставить. Черт. В общем, сначала здесь были революционеры. У меня был вариант либо им помогать, либо сдать их правительству, назовем так. Я, как настоящий дитя улиц, которому были нужны деньги, помог им где-то 6-7 раз. А после этого их сдал, потому что... Потому что я подумал, что потом все может стать слишком плохо и уйти из-под контроля, и лучше все оставить как есть. Так. Значит, спросить не могли бы вы где-то видеть. Значит, мне нужно в Морозной крепости. Хорошо. Отправимся в Морозную крепость перед первой возможности. И потом мне нужны последние новости, чтобы с ним поговорить. Хорошо. Больше нам здесь делать, значит, нечего. Обидно. Получается, все мы это время потратили на то, чтобы просто заполнить шкатулки, получается. То есть, все время мы потратили на заполнение шкатулок. Не скажу, что это лучшее вложение денег, но... Окей. Так, я куплю одно топливо. Наверное, четырех топлива должно хватить, чтобы доплыть до Железной Республики, по идее. А в Железной Республике мы уже закупим топливо по маленькой цене, потому что оно там стоит, ну, совсем уж полные копейки. Там, что-то в районе четырех, пяти, по-моему, восьми, может быть, за одну единицу. Что довольно-таки выгодно. И потом мы из... Отсюда полетим... Полетим, конечно же, поплывем в Сердолик. Сердолик это у нас как раз остров кошек, где мы сейчас, скажем так, продадим солнечный свет. И я надеюсь, что эти чертовы кошки не сломают мне все шкатулки. Я надеюсь, что хотя бы штучки три-четыре они мне оставят, потому что мне придется снова плыть тогда в ханство и по 275 монет покупать эти шкатулки. А это, ну, очень дорого, конечно. Это себя... Оно себя по-прежнему окупает. Я по-прежнему имею некий профит, но этот профит, он такой маленький, что прям, ну, совсем, совсем того не стоит. Я больше денег трачу на всякие топливы и все такое. Революционеры, отстаньте. Не буду я с вами воевать, я вас все равно размотаю. У меня корабль довольно-таки хороший, орудие хорошее. Так, ну, причалим в порту тогда. Составим быстренько тут отчеты и пойдем дальше. Железная республика. Так. Так, составить портовый отчет. Вы написали... Вы написали, вы что-то написали. Ваши руки сводят, вы чувствуете что-то мерзкое во рту, как будто вы ели ос. Вас езжик горит, ваше горло воспалило. Что-то с этим местом не то. Мы потеряли... Почему я потерял одно железо, блин? Неприятно. Ну, ладно. Так, я же отчет составил. Я могу составить много отчетов? И при этом каждый раз терять железо? Окей, что-то в прошлый раз у меня такого явно не было. Ну, ладно, пойдемте на рынок. Так. Ага, а теперь они мне не прилагают дешево. Они мне прилагают за печальные останки покупать. Замечательно, блядь. Просто замечательно. Я ненавижу вас, Железная Республика. Я вас просто ненавижу. Два топлива, ну что тогда? Тогда в кумской канал, получается, надо. Да, получается, нам нужно в кумской канал с выключенным, блин, фонарем. Потому что иначе нам топлива вообще никак не хватит, скорее всего. Нам и так сейчас топлива с трудом хватит. О, Господи, Железная Республика. Что ж ты меня так подводишь? Ты меня никогда не подводила. Ну, что поделать, что поделать. Да, надеюсь, нам хватит топлива сейчас дойти доверху. Надеюсь, его хватит. Кстати, еще ни разу я не попадал здесь в водовороты. Так что я не знаю, наносят они уроны или что. Или это вообще привод к моментальной гибели судна. Но пока что я не хочу это проверять. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, как все это дело пойдет. Потому что я считаю, что, возможно, мне вообще стоит закончить жизнь этим капитаном. И, собственно, уйти на пенсию. Или умереть в бою. Или еще что-нибудь. Я не знаю. Я думаю, вариантов умереть в этой игре довольно-таки много. Так что посмотрим. Возможно, этот капитан у меня скоро отправится в покое. А, возможно, нет. Возможно, мы будем продолжать им исследовать. Прошлый мой капитан как раз вот пошел на отчаянные меры. И для него все закончилось довольно-таки плохо. Надеюсь, этот капитан не пойдет на отчаянные меры. Без топлива, без всего остального. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Дайте мне, пожалуйста, много топлива. Мне минимум пятнашечка нужна где-то. Кошмар. Все деньги на это спустил. Ну ладно. Пятнашечки топлива у меня, думаю, хватит. Тогда сразу всесил плывем. Ой, всесил сердолик. Это вот так вот. Ну, примерно вот так. О, господи. Конечно, это просто ад. Я не думал, что Железная Республика меня настолько сильно подставит. Это прям, ну... Прям совсем обидно. Ну, ничего. Сейчас все пойдет нормально. Медуза цвета, иди нафиг. Так... Надо с Железом разобраться, конечно. Потому что это уменьшение Железа мне абсолютно не нравится. Да и покров мне было побольше. Вообще, мне интересно, как эти характеристики можно повышать, кроме непосредственно, ну, вот, поговорить и за счет секретов увеличить. Потому что за счет секретов я что-то, ну, не особо хочу это увеличить. И помимо установки всяких модификаторов, вот типа вот этого судна, типа вот анатомического кабинета или алтаря камню, кроме вот этого можно как-то эти повышать способности, скажем так, характеристики или нет? Потому что это интересный момент, на самом деле. То есть я бы сейчас не отказался от отражений побольше, Железа побольше, покровов. 70 покровов, в принципе, мне вполне хватает. Мне больше пока что, я думаю, не надо, но... Можно чуть-чуть повыше, конечно. Сердца побольше, надо где-нибудь 60, я думаю. Железа 50. Страницы, это вообще страницы мне дико нужны. Потому что страниц у меня очень-очень мало. А нужны они довольно-таки сильно. Так что нужно будет посмотреть, почитать, можно ли как-то это увеличивать. Такс, такс, такс. Потихонечку мы приближаемся. Вот, кстати, летучая мышь, блин, самая полезная штука. Благодаря ей столько всего нашел, потому что без нее для меня об исследовании этого моря было бы совсем печальным, конечно. Так, значит, мы... А, стоп, зачем я плыву в Сирдолик, если мне на остров Кошек надо? В Сирдолике можно кофе закупить, кстати. А давайте реально доплывем... Хотя нет, у меня тогда в Трюме места мало будет. Нет, плывем до... Мимо. Плывем до острова Кошек, потому что в Сирдолик он, конечно, хорош. Потому что я могу в нем закупиться... Кофе довольно-таки дешевый. Потом в Лондоне эту кофе продать. Но... Проблема в том, что у меня в Трюме мало места, а мне еще нужно меда набрать. Но, возможно, я сейчас сделаю так, что я вернусь. То есть я сейчас сплаву кошками, и оставшееся место в Трюме я, собственно, забью уже медом. Но, может быть, я не буду так делать. Возможно, я сейчас поплыву в Личину из острова Кошек. И в Личине мы там каком-нибудь... Не знаю... Карнавал, мероприятие, маски проведем. Я не особо пока что понял, как работает Личина. То есть я там надеваю разные маски, там разные действия совершаю. Но я пока не понял, к чему это все идет. То есть для меня это пока что загадка, но... Довольно-таки интересная механика. Мне она нравится. Определенно, довольно-таки интересная задумка. Как, в принципе, все задумки в этой игре. Они все какие-то довольно-таки интересные и по-своему странные. Мне пока что нравится, как оно все работает. Так, вот у нас уже остров Кошек довольно-таки рядом. Ой, Господи, хоть бы они мне все ловушки мои для света не сломали. Хоть бы они все не сломали. Реально, это настолько грустно и настолько обидно, когда они расламывают твои ловушки, кошкатулочки, что прям плакать хочется. Так, остров Кошек. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Так, составим портовой отчет. Вы проводите полдня, наблюдая за причалами. Обращайте внимание на удивительное количество и разнообразие кораблей. Это боевой тримаран ханства рядом с судном Железной Республики. Портовые грузчики громко жалуются, что они никогда не были более загруженными. Жители острова непрерывно и безостенчиво говорят о контрабанде и пиратстве. Но даже самые прожженные моряки понижают голос, когда упоминают о короле. Голос становится еще тишко, когда говорят о розовом саде. Вы все тщательно записывайте. Возможно, эмиралтизм сможет понять, что это означает, даже если вы этого не понимаете. Так, купить партию мы пока не можем, потому что мы продаем. В задних комнатах и подвалах, путаница со складами, вы совершаете осторожное соглашение. Сделка, правда, совершается только с посредником. К сожалению, в результате посредник подсоствует вам простой ящик, а не оригинальную зеркальную ловушку. Вы стали богаче на 500 эхо, но вам нужна другая ловушка. О чем я и говорил. Сломали две. Сломали три. Сломали четыре. Да. Сколько у меня одна осталась, да? Из пяти штук осталась только одна. То есть, мне нужно закупить четыре, четыре по 275. Это просто забейте, это у меня еще на карась примерно влетит. Ну, то есть, с этого захода я практически профита никакого не получил. То есть, я так очень-очень-очень в маленький плюс ушел. Даже если я ушел в плюс. Ладно, давайте купим красного меда. Так, один мы купили. Можно, на самом деле, немножечко побузить сейчас. Потому что что-то ждет вас в порту. Давайте сделаем вот так вот. Выйдем мы из порта. Из порта. Из порта. У меня, как всегда, проблема с ударением. Не обращайте внимания. Собственно, выключим двигатель, выключим фонарь. И подождем одну минутку. Потому что, если мне не изменяют память, то примерно раз в минуту появляется событие. То, что что-то ждет вас в порту. А пока мы, собственно, дрейфуем. То есть, стоим с выключенным светом и без топлива. Ну, с выключенным двигателем, назовем это так. То все довольно-таки приятно. И мы не тратим в этот момент топливо. Мы, конечно, тратим провизию, что довольно неприятно. Но провизия, в принципе, тратится не настолько быстро. Что, кстати, довольно хорошо. Потому что, если бы оно тратилось быстрее, все было бы довольно печально. Ну, давай сейчас проверим. Может, тогда купим две, собственно, две штуки меда. Может быть, даже три. Если не будет, скажем так, лень, три минуты здесь постоять пришвартованными. Если я, конечно, правильно понимаю, как оно работает. Потому что я помню, что где-то я читал, что есть. Так, оп, отлично. Сдаем задним. Оп, покупаем партию. Так, давайте... Собственно, я, конечно, понимаю, что вы меня, наверное, будете за это ненавидеть. За то, что мне приходится так долго стоять. Так, давайте чуть-чуть подальше отплывем. Так вот. Оп, оп, оп. Что вы, скорее всего, меня будете за это ненавидеть. Но... Чёрт подери, ребят, серьёзно. Эти чёртовы коты мне сломали все шкатулки. Я... Я не хочу. Я хочу хоть чуть-чуть отбиться и уйти в плюс. Так что мы будем стоять в море. Мы будем стоять и ждать, пока мне дадут купить ещё мёда. На самом деле я могу купить четыре. То есть я могу купить ещё два. И у меня останется порядка сотни. Но сотни я в море выходить не люблю. То есть мне нужно хотя бы там 500 монет запаса, чтобы я мог, если что, в какой-нибудь порту купить дико дорогое топливо. И добраться, собственно, до дома. И, к сожалению, я не посмотрел, поскольку у нас это наступило. Так что, может быть, здесь и не минута времени. Может, чуть побольше. Но, мне кажется, что-то в районе минуты. Так что ждём. А пока мы можем с вами поговорить о пиратстве, например. Собственно, я думаю... Ну, нет, мы с вами не поговорим о пиратстве. Или поговорим чуть позже. Так, покупаю партию мёда. 700 монет у меня остаётся. Это более чем достаточно для меня. Я куплю припасов до 8 и топлива до 16 примерно. Отлично. Так, тогда можно в сердолик за кофе сплавать и потом в личину. Или нет? Или мы не пойдём на такой маршрут? Давайте сплаваем в сердолик. Закупим там кофе. За это время у нас как раз появится событие, что-то вас ждёт в порту. И что-то вас ждёт в порту. Мы отправимся в личину с этим. По-моему, довольно неплохой. Конечно, это очень неоптимизированный маршрут. То, что мы плывём по какой-то зигзагообразному маршруту, постоянно возвращаясь туда-сюда. То есть, с точки зрения оптимизации, с точки зрения экономии топлива, провизии и так далее, это, ну, совсем невыгодный маршрут. И я идиот. Но... Ну, почему бы нет? Собственно, это наше право. Мы тут сами решаем, как мы хотим. Мы свободные люди. Мы пираты-капитаны, все дела. Мы тут вообще контрбандой занимаемся и всё такое. Так что... Так что всё нормально. Потому что этот красный мёд сражающий запрещён. И... И, собственно, придётся довольно-таки аккуратно с Лондоном. Потому что, если что, у меня, возможно, даже не будет денег откупиться. Но я думаю, мы что-нибудь придумаем. Что-нибудь мы придумаем. Так... Свердолик. Значит, на все деньги тогда, наверное, закуплю кофе. Так, главное вот это событие. Хотя его можно потратить. Потому что оно пока я далечен до плыва, минута-то по-любому пройдёт примерно. И, по идее, эта минута, получается, один день здесь? Или как это работает? Ну, примерно, да. То есть, получается, одна минута — это один день. В году 365 дней. Примерно. То есть, 365 минут нужно проиграть, чтобы прожить один... Один год здесь. 365 минут. И это именно в открытом море, без учёта стояния в портах. Интересно. Так, эм... Так, 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 так. Во-первых, в магазин. 38. Так, погодите. А сколько оно в Лондоне стоит? Что-то мне кажется, что в Лондоне оно стоит дешевле. Ой. Дешевле даже. Так, ладно, закупим. Сколько? Десятку закупим. Этого вполне хватит. Так. Топливо здесь довольно дешёвое. Закупим его. Двоечку припасов. Нормально. Так, отправляемся в личину. Хотя... А, погодите. Я забыл здесь портовый отчёт, во-первых. Так. Ну, давайте над книжным магазином поговорим. Нет, я теперь на пенсии. Говорит он вам весело. Его посуда белая, как луна, отправленная золотом. За чаем он переживает трудностями губернатора. Я сочувствую ему правду. Зеера спрашивает вас про ваше путешествие. Вам удается втиснуть несколько собственных вопросов. Ох, он очень любит сапфиры. Синий его любимый цвет. Окей. Попробуем сапфиров намыть или нет, ребят? Давайте попробуем. Вы получили одна сказка об ужасе. Вы получили один ужас. Ну, да. К сожалению, у наших железа для этого мало. Вот именно поэтому я и хочу все эти показатели, собственно, увеличить. Потому что, когда они маленькие, всё довольно-таки печально. Так вот, поговорим с вами о пиратстве. Как вы, наверное, знаете, собственно, новая защита от взлома, от пиратства, Денува, по-моему, она зовётся, оказалась довольно-таки тяжело взламываемой. И, собственно, наши хакерские группы всякие решили то, что неплохо было бы отказаться на год от пиратства и посмотреть, как пиратство влияет на экономику, так сказать. То есть, ну как, естественно, разработчики жалуются, что вот все скачивают, никто не покупает игры, и это убьёт по бюджету и всему такому. И вот пиратцы сказали, вот, мы год не будем взламывать, и давайте посмотрим, как это повлияет на продажи. И я хотел бы высказать немного своё мнение по этому поводу. То, что, как по мне, пиратство, наоборот, помогает продажам. Серьёзно. То есть, да, оно в некотором плане ухудшает продажи, но оно ухудшает продажи в том случае, если ваш продукт дерьмо. Если он дерьмо, и люди скачали и поняли, что он дерьмо, то они его покупать не станут. Но вот, допустим, как для меня это работает. Я скачал Sunless Sea, вот, честно, я скачал, я не покупал. Я поиграл, я понял, что эта игра мне нравится. Я пошёл, я её купил, потому что я понял, что она мне нравится, потому что я хочу поддержать этих разработчиков. То же самое было с Binding of Isaac. Я скачал, поиграл, понял, я хочу купить. То же самое было с Long Dark'ом и всем остальным. К сожалению, этого не было с Forest'ом. К сожалению, Forest' я сразу купил, а не стал скачивать. И теперь об этом я жалею, потому что, если бы я сначала поиграл в пиратский Forest, я бы не жалел по сей день о 239 рублях. Нет, о 233 рублях на распродаже, которые я бы потратил на этот чёртов Forest. Потому что, как по мне, пиратцы, на самом деле, в некоторой степени стимулируют продажи. Они дают людям возможность оценить продукт. Это как демоверсия, по сути. Потому что теперь демоверсии нет. Ты заходишь в Steam, и тебе сразу говорят, «Эй, Early Access, купи нашу демоверсию игры за 1500 рублей, братюнь». Я не хочу покупать демоверсию за 1500 рублей. Так, составим портовый отчёт. Отходящий торговец дал вам спутанный счёт на крокодилов, медовые кексы, что-то в этом роде затычек для ушей. В этом вы добавили свои собственные впечатления на расположение улиц, близко к порту и видов местной торговли. Когда свет особенно яркий, можно разглядеть детали профиля и этого великого каменного лица. Но мы пойдём на берег. Всяк сюда входящий должен сыграть свою роль. Надпись отображается, как только вы делаете первый шаг. Так, отмечаемся на таможне. Значит, нам нужно одеть маску. Насколько... Я уже не помню, какая маска что делает. Ну, по-моему, лягушка это мирно, саранча это торговая, а летучая это что-то вообще дикое такое. Так что я одену саранчу, если мне память не изменяет. А, лунная моль одевает на вас маску саранчи. Прорезь для глаз затянутой тонкой золотой плёнкой, через которую все ценные вещи блестят ещё ярче. Желаю вам собрать хороший урожай, говорит лунная моль. Потом уже, когда вы почти отворачиваете, она перетягивает завязки на своей сумке двойным узлом. Как если бы опасалась, что вы собираетесь обчись её кармана. Она что, не понимает, что вы можете это заметить? Отлично. Так, мы пойдём в библиотеку отрывков. Комната из тяжёлого камня, охраняемая золотой статуей женщины с вытянутыми руками спиральные ниши для масок, а сортированы в строгом порядке шакалы, львицы, крокодилы, навозный жук. Женщина в маске лотоса стоит у кафедры, читая в тишине. Так, значит, мы можем спросить значения, мы можем книгу о ритуале в ухе, мы можем украсить цены свиток для последующей продажи, читать через плечо мы не можем, почистить карманы читателей. Хм. Так, давайте попробуем украсить самые цены свиток. Так, свитки с золотым обрезом, папирус, перевязанной изумрудно-зелёной шёлковой лентой, стихия о путешествии в царство мёртвых сяний отправляются в вашу сумку, оставляя ниши для свитков пустыми. Лунная Моль не видит, что вы делаете, панцирь вашего костюма и всё скрывает. Мы получили 10 фрагментов. Отлично. Так. Мы можем поменяться масками. Давайте поменяемся. Он отводит вас в сторону в раздевалке таможни. Хватит уже личины, говорит он вам откровенно. Вот, возьмите мою маску и притворитесь мной. А я возьму маску гостя и сяду в первый отплывающий корабль. Верну себе свою жизнь назад. Его лицо, ого. Теперь вы видите его лицо в возрасте, но без морщин, много лет используя лицевой мимики. Окей. Так. Давайте пойдём в дом главного геометра. Каждое утро человек в маске кобры рисует на слякоте линии с заострёнными стальным стержнем. Так он выделяет каждому жителю небольшую трапециевидную площадь, с которой собирается урожай грибов и соскабливается соль. Ни один участок не сохраняется на следующий день. Этот человек главный геометр, хранитель направления, владелец земельных мер и морских мер. Вы были бы решены в его дом на время, когда он обычно принимает тех, кто не соответствует его рангу и не сильно ниже его, но не настолько, чтобы быть проигнорированными. Что за протокольный подарок вы принесёте с собой? Ну, выбор у нас большой. Принеся бы ему стихотворение. Окей. Так, пойдёмте в храм. Давайте пойдём в сторону лица. Вы должны, конечно, подождать, пока ваша работа по сбору сегодняшнего урожая в качестве лягушки или саранча не будет закончена. Это неприемлемо принести его с собой. Так, ну давайте молча наблюдаем за появлением льва. Вы наблюдаете за львом некоторое время. Есть арифметическая последовательность в количестве поклонов, которые он выполняет для каждой черты. Глаз, носа, каждой губы. Это трудно понять, но либо лев хотел быть его последовательным, либо любовником. Возможно, эти две функции не различаются. Когда последний поклон льва был завершён, он клацает в вашу сторону щелчком челюсти. Его маски, это было грубо. Стоять там и смотреть, мол, наблюдать за гостями. Она не смотрит на граждан, но так нарушаются обе ваши роли. Пойдёмте в храм Аписа тогда. В центре храма находится чёрный бык с белым бриллиантом в голове. Он связан тяжёлыми верёвками, ранен в бедро. Это рано, амбильно кровоточит, но бык не умирает. Ну и, собственно, мы ничего не можем сделать, кроме как оставить в жертвоприношении жетон уважения. Так и сделаем. Жетоны маленькие и не очень ценные. В соответствии с вашим низким рангом в обществе священники раскладывают их на столе вместе с другими мелкими предметами. Когда вы идёте к выходу, вы проходите мимо более внушительных подарков. Чертёрные инструменты, а главное, в геометрии вы стоите от шакала. Куча иностранных монет, принесённые крокодилом. Ну что ж, закончим путешествие. И, собственно, уйдём из личины. Да, этот заход нам особо ничего интересного, конечно, не принёс, но ничего страшного. Так, отправимся сейчас, мы тогда, наверное, назад в Лондон. И на этом будем заканчивать эту серию. В Лондоне продадим, собственно, мёд, сдадим отчёты. И в следующей серии, скорее всего, отправимся тогда в район... Морозной крепости, я думаю, потому что там что-то у нас было про бюро и Морозную крепость. Так что отправимся в сторону Морозной крепости. Возможно... Возможно, я погуглю на тему подозрения ханства, как его уменьшить. И тогда попробуем уменьшить подозрения ханства, чтобы я мог уже купить любовную литературу. По пути зайдём мы в Солёные львы. И надо, кстати, разобраться как раз с богиней Соли опять, потому что я опять забыл посмотреть, что там с ней надо. Но так или иначе, я думаю, скоро-скоро мы разберёмся, что и как нам нужно. Так. Но пока что наша цель просто вернуться в Лондон и, собственно, не быть обысканными. Пиратский фрегат, серьёзно, отстань от меня. Ты мне даже не соперник, ты мне не конкурент, ты мне ничего не сделаешь. Хотя, знаешь что? Слушай, иди-ка ты сюда. Серьёзно, фрегат. Иди-ка ты сюда. Сейчас я с тобой быстренько разоберусь, получу с тебя лута немного. Что довольно-таки неплохо. Гляди, что я ведь полезное с него даже соберу. Отлично. 14 урона мы получили в сумме. Ну, ничего, я думаю, за счёт адмиралтейства мы починимся. Два топлива, два припаса, ещё тайник. С тайника мы получаем один рулон паучьего шёлка. Замечательно просто. Это самые лёгкие деньги в моей жизни. Сколько там это? Порядка 60-70 этот рулон стоит. Прям вообще замечательно. Так, правда, это, по-моему, не тот рулон, который мне нужен в Палмерстане. Или тот. По-моему, там розовый, это белый шёлк такой. Чтобы там с какой-то авантюристкой поговорить. Или как там её звали, уже не помню. По-моему, мне нужно 5 рулонов паучьего шёлка. Или что-то такое. Ну, ничего, не страшно. Потом посмотрим. Значит, составим портовый отчёт. Уже их вычитали. Собственно, у нас есть события. Поищем тогда здесь. А что у меня лишнее? А, типа топлива или припасы? Ну, выбросим одни припасы. Ладно, не страшно. Окей. Собственно, по сути, мы за счёт, скольки там, мы получили порядка одного ужаса. За счёт этого мы получили немного еды и немного этих, как они зовутся-то, топлива. Ну, довольно-таки неплохо. Сегодняшний заход, конечно, он получился пока что не таким хорошим, как я думал. Потому что, чёртовы ли вы, сломали мне все мои шкатулки. Кроме одной, конечно. Просто это максимальная неудача. Нет, максимальная неудача была, если бы они мне сломали 5 из 5. Они мне сломали всё-таки 4 из 5. Ладно, это была не максимальная неудача, но это было довольно неудачно. Довольно неудачно. Могло быть и хуже, но, слава богу, не было. Но я бы не отказался, чтобы они мне оставили хотя бы 4-5 целых шкатулок, чтобы мне не пришлось теперь снова плыть через всю карту в ханство и в ханстве уже разбираться. Я думаю, в скором времени... Ой, не то. В скором времени мы, собственно, отправимся вот сюда. Потому что здесь у меня ничего не исследовано. И мне довольно-таки интересно, что же там. Так что в скором времени мы отправимся туда. Так. Мы остановимся около гавани Квакера и подождём, пока у нас наступит новый день. Зачем я это делаю? Чтобы у нас появилось что-то, что вас ждёт в порту. И чтобы это что-то вас ждёт в порту не появилось в Лондоне. Так. Поболтаем с рыбаками. Полуночная церемония, которая в прошлый раз у нас была. Мы снова получим ещё одну сказку об ужасе и 40 фрагментов. Отлично. Не будем это по-новому читать, потому что это уже всё мы читали. Я, конечно, надеюсь, что этот текст не меняется. Ибо если текст меняется, то это довольно-таки неловко. Но я думаю, что он не меняется от одной и той же события. Так. Здесь у нас снова крабовый пролив. Да-да-да. Не будем с ними соревноваться. Сейчас кто кого убьёт. Ай, зацепил всё-таки. Я думал, смогу проскользнуть. Но... Собственно, я не хочу сейчас с ними воевать. Я бы убил этих крабов. Получил бы с них припасов или на исследование собрал. Но я не хочу этого делать, потому что мне нужно меньше, чем за минуту доплыть до Лондона, чтобы у меня не появилось новое событие, то, что что-то ждёт меня в порту. Ибо если что-то мне ждёт в порту, то это 100% меня обыщет таможня. А сейчас, возможно, таможня меня не обыщет, и всё будет хорошо. Я не хочу потерять 3 или 4 красного мёда просто из-за того, что меня обыщет чёрта по таможне. И у меня нет денег от неё откупиться. Что довольно неприятно. Так что, надеюсь... Пожалуйста, без таможни. Пожалуйста. Пожалуйста. Отлично. Фух. Так. Латунное посольство. Да. Бочонок мёда за 999. Я думал за... Я думал дешевле. Так. Отдаём им 3 нашего мёда. Итого у нас 3000. Уплывали мы, по-моему, 600. Ну, это со шкатулками закупленными, конечно. Но так или иначе, довольно-таки неплохой профит. Вот у нас есть 3000. А, отчёт из... Стоп. А откуда у меня есть отчёт из падшего Лондона? У меня же нет отчёта из падшего Лондона. Или я чё-то не понимаю. Так, погодите. Так, давайте сначала в моё жилище сходим. Почитаем утреннюю газету. Ханство угрожает войной. Они всегда угрожают. Лондонские колонии с сердоликого берега хотят независимости. Они всегда хотят. Подземноморье, согласно отчётам, подверглось ещё одному изменению. Нет, вы бы знали. Ого. Рекламный купон на корабельных поставок. Миссис Плэнти на полбочонка с солёной сельдой. Можно им воспользоваться. Отлично. Мы получили одни припасы с этого. Так. Во-первых, отдохнём в особняке. Чтобы потерять ужас немножечко. Свет завораживает. Так. Это довольно-таки интересно. Мне нужно посмотреть журнал. Это вот это вот, таскажок. То есть, если я правильно понимаю, каждый раз, когда мы собираем сверху на поверхности, этот параметр растёт. И когда он превысит какое-то определённое значение, всё станет довольно-таки печально. У меня сейчас 46. Ну, я думаю, 46 это ещё маленький показатель, довольно-таки. Так. Значит, дом мы сделать пока больше ничего не можем. Отправимся в Лондон. Пополнить команду мне не нужно. Чинить корабль. Ну, пока что не будем. Так. Адмирал. Мне нужно предоставить себе портовые отчёты. Собственно, да. Забирай наши портовые отчёты. Так. Мне главное сейчас проверить. У меня трюм там не забьётся. 38. Так. Давайте тогда продадим кофе сначала. Где? Кому я могу обмен? Так. Почём у вас кофе было? По 50. Я купил по 38. Отличный. Продадать за 44. То есть, это профит сколько? 6? 6 со штуки? Ну, неплохо. Продадим. Как бы лёгкие деньги. 3 500. То есть, порядка 600 мы подняли с десяточки. Хотя нет. Мы не могли с десяточки поднять 600. Мы с десяточки могли поднять 44. Только это я, аутист. 440, точнее. Математика, блин. Так. Порт сердолик. Солёные львы. А, чё, всё? Нет. У меня ещё отчёты наверняка были. А, у меня больше нет отчётов. Хорошо. Так, я могу ему предоставить ходы в большой игре, но по-моему, пока что рано. По-моему, пока что рано. Потому что я хочу составить шпионскую сеть. И, как я понимаю, чтобы это сделать, мне нужны ходы в большой игре, и мне нужны жгучие догадки, что ли. Не помню. Пишите в комментариях, подсказывайте всё в таком духе. Да, поэтому пока что я этому отдавать не буду. Так, студентик. Студентик у меня, в принципе, интригующий обрывок. Ну, давай, 50 монеток. Вот, антиквера улучшена до 12. Я не знаю, что это даёт, но до 12 улучшена. Я так и не понял, что это даёт, потому что ничего у него здесь особо не меняется. Так, торгуется авантюрист. К сожалению, извини, всё ещё не могу тебя ничем порадовать. Ну и в Лондоне, в принципе, пока что нам больше делать нечего. Так, да, это рулон паучьего шёлка. А мне нужен тюк парабола льна. Так что шёлком продадим. А всё остальное нам пока что больше и не нужно. Можно попробовать кубики в Палмерстоне закупить и потом, собственно, продать их в ханстве. Но не сейчас. Явно это не сейчас. Но так или иначе, у нас есть 3600 монеток, что довольно-таки неплохо. И некие запасы топлива и припасов, что спокойно нам даст возможность отправиться в следующей серии, я думаю, в Палмерстон. Испалмерстона в Часовню Огней. Оттуда в Валчный Горизонт, я думаю, заплыть. И потом в Ханство можно, в принципе, зайти. Хотя нет, что мне делать в Ханство, если я не уменьшил эти показатели? Нужно разобираться, как уменьшать показатели. В общем, пока что не знаю, что я буду делать в следующей серии. Посмотрим потом. Так или иначе, с вами был Зак. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч в следующей серии Санглесс Си.